Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев. Наконец-то это свершилось. Мы смогли собраться, сделали этот, наконец-то, все-таки турнир по киберфутболу, как мы назвали, в городе Барнауле, все такое. И именно Кубок России с 1-4 все это началось. Была жеребевка, также можете посмотреть ее на канале. Была и превьюшка, также... В общем, спасибо всем большое, кто пришел, поучаствовал. Ссылочки на всех патанов будут в описании. Спасибо им огромное. Мне кажется, хорошо провели время все это. И вот в чем проблема. Все было хорошо, ничего не предвещало беды. И как бы сейчас для многих все хорошо до сих пор. Но вот пришел тот момент, когда что-то должно было произойти не так. 7 матчей в общей сумме, мы так посчитали, должно было быть. Но в этом ролике вы увидите только 3. Потому что записалось всего лишь только 3 матча. Этот матч открытия Ярослав Матвей. Самый многозабивающий матч был... Не буду спорить, просто много голов было. Потом Максим и Дима был матч. И матч Святослав против меня. Все. Остальных матчей не было. Вот как будто я, когда монтировал, это как будто кто-то специально прям нажимал, выключал. То есть, не знаю. Ну, в общем, результаты матчей будут по ходу ролика. Я вам расскажу, что там и как было. Поехали смотреть. И судья указывает на точку. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи. Но сейчас они совпали. Какая техника. Прошел пас. Можно обострять. Гоун. Забивают еще один мяч они. И теперь в 2 мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Фонтус вверху. Это без грубой вратарской ошибки. Мяч с такой дистанции в ворота не попадает. И в зону. Удар. Не могу не отметить этот отличный дальний удар. Пусть ворота и были пустыми. Кто-то долго сиську сошел, блядь. Пока неплохо. Монент для удара. Фернандо. Денис Глушаков. Нет, не дошел этот пас до адреса. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец. Может быть интересно. С очень неудобной позицией решил он пробить в этом моменте. Загоев. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Удар. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Было бы весело, если бы они его потеряли и побегали бы за ним. Отлично сыграно. Надо решать. Сэллуиш. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивает. И снова ничья на табло. Все только начинается. Ведет он. Неймар. Удар. И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Дмитрий Камбар. Байк как хорош. Забивает гол и сравнивает счет. Отлично мы смотрим матч. Настоящая дерби. И ничья в самой концовке матча. Продолжает идти вперед. Попо. И это гол. Ну теперь все скажут. Какое у тренера чутье. Игра ваза. Луис Адриан. Безусловный 11-метровый. И снова в их ворот. Все справедливо. И нечего жаловаться на кого-либо кроме себя. Судья указал на точку. И игрок отделался лишь легким испугом. Ну и в данной ситуации арбитр. Удар в пенальти. Гол. Грамотно положил мяч в ворот. Хороший гол. Просто замечательный удар. Ладно, московский. Ну пойдет вместе, потерялся. Тихо, тихо. А вечер сломает. Садись, Димак. Водя здесь. Все наступают по-братски? Нет. Все. Да. Все. Самое скопление. Защитник. Ебашно. Сердар Азмон. Да. Ебаш. 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 Подное пространство. Штрафтовой подачи. И есть там... Гол. Сравняли они счет. Отлично разыграли момент. И смогли сравнять счет. Плохого паса. Ухаров пробил. Это гол. И повели они в счете благодаря этому забитому мячу. Почти справился вратарь. Дотянулся до мяча, но нет. И прямо в центр штрафной мяч летит. И это гол. Ну что, диктору по стадиону можно объявлять. Гол забила штраф. Быть опасно. Азар, решай! Пенальти. Ну смотрите сами. Это штрафной. Железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явно игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой всегда карается штрафной. Он обязан был забивать в пенальти. Он и забил. Вы только себе представьте. Ширина ворот 7 метров 32 сантиметра. Ну как... Вот если мы будем когда играть, ты пальцами на только, блядь, тронешь, я тебя джойстиком разъебу. Твоим же. Будешь потом покупать. Нет, будет потом покупать. Ага, конечно. Сам сломал, а я еще буду покупать. У него джойстик есть в магазине. 4 ксаря все это стоит. Но тут что-нибудь такие, дорогие, блядь? Потому что вибрирует что ли? Все это ценит. И мяч будет введен в игру с угла в поле. В центр штрафной подан мяч с угловой. Он бьет головой и забивает. Вот так был забит этот гол после удара головой. Гол забитый головой, конечно, не редкостью, но всегда смотрится как-то по-особенному. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию марта. Отлично разыграли угловой. Первая игра, Папа, так же давай не так жестко. Очень жестко. Так, первые два матча сыграны. Победил там Ярослав, победил Максим. То есть вот уже первая пара полуфиналистов. Ярослав будет играть против Максима. Третий матч, который вот и не записался. Именно с этого что-то так прошло. Был матч не очень-таки, как бы, и интригующий. Вова играл против Сереги. Вова обыграл 6-0. Поэтому у Сереги все равно отдельный респект. Ни разу не играл, пришел. Но все-таки, получается, тоже стоило. Ему большое тебе спасибо. Вот. 6-0. Вова побеждает. Блять, 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 блять. Как комментатор связан. Все жопа. Так, на тренировку. Нужно выходить вперед. Бей! И гол он забивает. Выводит команду. А теперь смотри, тихо, тихо. Один. Все, вперед, на ка... Все, ребята. Два волос! Может быть, интересно. И надо забивать. Гол забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И с такой ситуацией очень сложно будет выбраться сопернику. Серега, что? Я так ждал, что ты будешь со мной в полфинале. Давай, сыграем. Ну, пока. Александр Ерохин. Шатов. Тут может быть опасно. Он бьет головой и забивает. Как он играет головой? Можно до бесконечности смотреть. Отличная передача. Вы только посмотрите, как точно... Бьет на половине соперника. И как опасно пробил. Нужно забивать. Ох, какой гол! Какой гол! Отличная атака. Отличный гол. Итак, все закончилось. Пора четверть финалов. И пошли теперь полуфиналы. В первом полуфинале это был Ярослав против Максима. Тогда там Ярослав 1-0 победил Максима. Но таким великолепным... Вот это вот самое обидное, что именно этот матч не записался. Такой был великолепный дальний удар Александра Самедова прямо в девятку. У Максима тоже были шансы. Но вот не удалось их только реализовать. И также второй полуфинал, где играл я и Вова. Вова, если не ошибаюсь, на пятой минуте. Где-то там на минуте 20-15. Забил два мяча уже за Леонеля Месси. Во втором тайме ни одного момента Вова просто не мог создать. Не знаю, что это было. Может быть, типа, как бы игра. Так иногда бывает, что... Но я все-таки смог один хотя бы отыграть. Там Дебрюйне удалось. Ну, в общем, минимальное поражение 2-1. И в финале столкнулись Вова и Ярослав. Ярослав вывел вперед. Вышел вперед 1-0. Потом Вова стрелялся 1-1. И на 90-й минуте шикарно 2-1. И Ярослав побеждает. Так что Ярослава мы поздравляем с победой. Большое спасибо всем еще раз говорю за участие. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол Тожи. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok.